здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о том как развивается аутизм собственно этот вопрос задают себе все родители детей аутистов как развивается аутизм чего им ждать перерастет ли ребенок собственно очень много раз мы слышали такой момент что родителям окружающие говорят давай не волнуйтесь ребенок перерастет все будет хорошо то вы просто нагнетаете да и просто придумываете да он у вас просто не воспитанный так вот давайте поговорим на тему перерастет или нет то есть сегодня этому ребенку может быть полтора года два года три года а что будет когда ему будет 78 когда ему будет 15 и наконец когда им будет 30 чтобы ответить на этот вопрос и дать более-менее точный прогноз надо знать какой-то тип аутизма опять я повторяю что аутизм и расстройство аутического спектра это обобщающие название целой группы различных заболеваний каждый из которых имеет свои особенности итог развития собственно для того чтобы оценить возможное так сказать развитие болезни давайте посмотрим на симптомы как начиналась болезнь и каково состояние ребенка на данный момент мы вот наблюдаем уже довольно долгое время за разными детьми и в общем я думаю что можно выделить две основные категории одна категория это дети которые изначально отставали то есть какой-то причине он родился сразу с дефектом и отставание было сразу и в общем он плохо может учиться он позднее начинает сидеть ходить и так далее у него есть трудности в обучении но при этом он все-таки движется вперед у него нет регресса вот и это собственно ключевое слово здесь второй вариант это когда ребенок изначально развивается нормально соответствует всем возрастным требованиям все делает там проходят все проверки вдруг что-то случается и начинается регресс регресс может быть мгновенным может быть медленным но в итоге ребенок теряет приобретенные навыки которые имел и научить его снова вот тем тому же самому что он раньше умел потерял либо становится вообще невозможным либо простые вещи занимают очень много усилий и времени и более того они нестабильны собственно вот этот вот вид заболевания как правило сопровождается еще другими различными неврологическими симптомами в общем понятно что дети у которых вот эти вот различные виды болезни они естественно развиваются по-разному и имеют разные перспективы в плане выздоровления сегодня мы поговорим о втором варианте потому что по наблюдениям нам он представляется наиболее распространенным то есть мы конечно статистику не собирали но я думаю что это больше половины детей имеют именно вот этот тип аутизма и так все начинается изначально ребенок рождается нормальным то есть большинство родителей сообщают что ребенок родился замечательно неважно были трудные роды не трудные ребенок родился нормальным получил высокую оценку по шкале абгар выписан из роддома все хорошо и дальше первые полтора два года развитие идет как по книжке то есть ребенок во время ползает во время садится вовремя переворачивается вовремя начинает ходить и даже начинает разговаривать то есть начинает произносить отдельные слова и в общем некоторые дети даже до начала проблемы могут знать довольно большое количество слов то есть ребенок полностью соответствует своему возрасту и в общем нельзя заподозрить что будут какие-то проблемы собственно это все сообщается со слов родителей поэтому проверить это уже невозможно поскольку как правило нету даже видео то есть возможно специалисты мог бы увидеть какие-то проблемы в ребенке до этого возраста но мы не знаем то есть родители рассказывают что вот до какого-то возраста все было хорошо бывает такое что вот в этом возрасте у детей там были какие-то отклонения но они обычно не критичные то есть например там какой-нибудь гипотонус мышц там ребенку делают массаж физиотерапию ребенок вполне себе начинает делать то что нужно и вдруг где-то в возрасте между полутора годами двумя с половиной родители начинают замечать какие-то изменения почему вот это именно этот возраст мы уже говорили как-то в другой лекции но вот именно этот период становится критичным ребенок начинает забывать слова которыми уже пользовался исчезает глазной контакт исчезает желание телесного контакта здесь на самом деле может быть вариант ребенок который был более-менее самостоятельным вдруг начинает липнуть к родителям лезть на руки не пускать маму в туалет и так далее то есть это стал может становиться действительно тяжело сначала родители сами не понимают есть ли проблемы или нет они спорят иногда ругаются собственно как правило ругается то есть это нормально в какой-то момент уже проблем встает полный рост то есть уже всем понятно что есть проблема ребенка начинает вести себя все более странно он доводится бывать на людях не терпеть нового гуляет по одному маршруту выстраивает игрушки в ряд перестает концентрироваться возможность обучения резко падает начинаются беспричинные истерики может возникнуть агрессия по отношению к окружающим может возникнуть самоагрессия может нарушаться сон и во многих случаях он таки нарушается иногда вот такие изменения происходят не постепенно практически за один день это бывает в тех случаях когда возможно выяснить причину заболевания например осложнение от какого-нибудь вирусного заболевания то есть ребенок переболел каким-то вирусом и родители замечают что ребенок будто бы как бы схлопнулся то есть он уже перестал быть прежним ребенком но вот когда происходит особенно медленно то особенно неопытные родители списывают все проблемы на недостатки воспитания да и окружающие тоже но в общем примерно вот на этом этапе когда уже все эти симптомы есть ребенок как правило может получить диагноз то есть если родители догадываются повести его к неврологу психологу в общем кому нужно то ребенок обычно получает какой-то диагноз то есть это может быть аутизм может быть раз может быть запрр разр в общем диагнозов много и какой-то из них ребенок получит а иногда даже и несколько сразу то есть как какой диагноз будет выставлен зависит от особенности течения заболевания то есть от того как именно проявляются симптомы ну примерно вот в возрасте от двух с половиной до четырех лет ребенок получил диагноз что дальше дальше прилежные старательные родители начинают сдавать анализы чтобы понять что же случилось с их чадом они сдают десятки анализов некоторые из них являются довольно информативными некоторые как бы не несут никакой пользы но могут являться весьма травматичными до ребенка какие же анализы реально указывают на проблему на этом этапе мрт очень редко показывает патологию то есть все дети которые делают мрт вот в этом возрасте на этом этапе практически все говорят что все в порядке хотя если внимательно смотреть то там видно что уже есть начинаются отклонения но как бы не будем про это говорить будем считать что мрт еще ничего не показывает на этом этапе очень информативным является проверка и эгэ то есть электроэнцефалограмма этот анализ фиксирует отклонение функциональной деятельности мозга на весьма ранних этапах то есть вот если делается эгэ хорошем надежном месте где хорошие специалисты умеют правильно интерпретировать результаты то как правило они очень правильно описывают что же происходит с мозгом ребенка ну данной лекции не является так сказать она про анализы поэтому не будем углубляться дальше что у нас дальше вот все анализы сданы дальше что делаем дальше родители начинают искать методы борьбы с болезнью ребенка на какой-то период консервируется то есть новые симптомы могут не появляться или появляются настолько медленно что родители не обращают на них внимание то есть потом за одним числом они вдруг обнаруживают а я у ребенка появился вот такой то steam а ведь еще год назад его не было ой ребенок вот перестал делать вот это а ведь он же это умел ну в общем короче начинается такой постепенный регресс и чем старше ребенок тем как бы родители оглядываясь назад могут обнаружить что в общем симптомы нарастают какого рода симптомы могут появляться но в первую очередь стимы различных видов их появление говорит о том что болезнь прогрессирует и нарастает повреждение мозга некоторые стимы указывают на повреждения именно в головном мозге другие указывают на повреждения в спинном мозге то есть оба мозга страдают могут усиливаться истерики усиливаться гиперактивность может еще ухудшаться сон то есть ребенок становится вообще может спать буквально там несколько часов в сутки может появляться смех при малейшем напряжении тряска могут появляться и и приступы на самом деле и даже не не редкие ситуации когда вот при всей этой картине эгэ может не показывать эпи активности все это говорит о том что болезнь не успокоилась не зажила она продолжает прогрессировать и наносить ущерб центральной нервной системе ребенка могут нарастать неврологические признаки собственно и как правило и нарастают все вместе вот со всеми остальными вплоть до очень тяжелых то есть может даже появляться дцп и который тоже может прогрессировать у этих детей как правило есть проблемы с соблюдением личной гигиены то есть от мелочей с которыми в общем довольно легко сосуществовать вплоть до таких которые скажем так весьма мешают жизни семьи так что же на самом деле происходит то есть почему все вот это вот как бы продолжает нарастать вот здесь сейчас я вам покажу мрт одного ребенка этому ребенку 13 лет и я показываю это мрт с любезного разрешения его мамы болезнь у мальчика развивалась довольно стремительно по сравнению с ее обычным течением то есть гораздо быстрее чем это бывает большинстве случаев и поэтому к его 13 годам патологии уже хорошо просматривается на мрт посмотрите значит на мрт четко видны белые пятна вот здесь середине вот здесь вот и белые пятна по краям то есть практически везде где у нас должна быть кора головного мозга у нас видны вот эти вот странные белые пятна что же это такое когда появляются белые пятна на мрт головного мозга значит я сейчас перечислю в первую очередь это креблюры это вот здесь переваскулярные пространства верхового робина увеличение количества жидкостных полостей расположенных вокруг вен и артерий обычно они не представляют опасности но требуют консультации врача-невролога могут указывать на повышенное внутричерепное давление вот у этого конкретного мальчика при первом посещении центра были все признаки повышенного глазного повышенного внутричерепного давления и были было очень сильно повышенное внутриглазное давление то есть глаза были просто вот это все удалось снять то есть это уже мрт так сказать при том что воспаление снизилась то есть изначально картина должна была быть еще хуже второй возможной причиной вот этих белых пятен может являться рассеянный склероз чтобы подтвердить диагноз необходимо провести мрт с контрастом издать некоторые лабораторные анализы что еще у нас может быть причиной вот этого всего это могут быть отеки мозгового вещества которые могут говорить о патологиях могут быть доброкачественные и злокачественные опухоли травмы воспаление кровоизлияния ну и так далее это могут быть признаки глиоза глиоза это процесс замещения погибших нейронов глиальными клетками этот процесс не является самостоятельным заболеванием но говорит о других патологиях то есть это он может говорить о наличии энцефалита эпилепсии и здесь дисциркуляторной энцефалопатии могут быть и другие заболевания то есть понятно уже что каждая из вышеперечисленных причин это серьезный неврологический диагноз как правило с плохим прогнозом аутические черты в данном случае лишь симптом серьезного органического поражения мозга помимо этого видно что форма и пропорции тканей в общем то не соответствует анатомически правильной картине то есть можно здесь увидеть что здесь слишком много места занято вот этим вот белым пятном здесь вот эти белые пятна тоже на месте собственно тех мест где должна быть и кора головного мозга и прочее здесь вообще пустое пространство то есть это все говорит о том что мозг ребенка развивался в очень неблагоприятных условиях то есть условия были такие что некоторые части либо недоразвелись либо развелись неправильно и понятно что ребенок не может вести себя как нормальный как бы ребенка его возраста если посмотреть и ближе но мы уже не будем это разглядывать то там видны еще и кисты в различных областях мозга собственно кисты у тоже указывают на наличие сильного воспаления при том что некоторые кисты уже закрылись это говорит о том что раньше было более сильное воспаление было воспаление в тех частях где сейчас уже нету то есть кисты кисты остались после до кисты закрылись после лечения у нас и собственно это говорит о том что воспаление так сайт сократил снизил свою интенсивность и сократился по площади какой вывод можно сделать из всего этого вывод я думаю очень простой аутизм раз и прочие связанные диагнозы могут приводить и приводят к тяжелейшим органическим поражением центральной нервной системы у нас не было задачи собрать статистику потому какой процент детей болеет именно такой формой заболевания более того дети которые приезжают к нам уже это все становится в большинстве не актуально но судя по картине развития болезни именно вот это вот форма заболевания она существует именно у большинства детей среди тех кому выставляют диагнозы аутизм раз и за prr и прочие по крайней мере тяжелые варианты про легкие формы аутизма наверное надо поговорить отдельно но там все проще вот спасибо за внимание до свидания